На большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда, в последние минуты отправления деловитая суета. Через толпу проталкивались провожающие, рассыльные телеграфы выкрикивали фамилии пассажиров, проносили багаж и цветы, по лестницам бегали любопытные дети, а на верхней палубе, не умолкая, играл судовой оркестр. Я стоял со своей женой на палубе вдали от этой сутолки. Вдруг, совсем близко от нас, два или три раза ярко вспыхнул магний. Должно быть, среди пассажиров была какая-то знаменитость. С нами на пароходе едет чудо природы Чентович. Мирка Чентович, чемпион мира по шахматам. Он только что разгромил всех шахматистов Америки и сейчас едет пожинать лавры в Аргентин. Моя жена, лучше меня осведомленная в светской хронике, рассказала, что около года назад Чентовичу удалось сразу стать в ряды таких шахматных светил, как Алёхин, Капабланко, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года семилетнего вундеркинда Ришевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чентовича отнюдь не предвещали ему блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна. Чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибок даже нескольких слов. И как саркастически заметил один из его желчных соперников, невежество его было всеобъемлющим. Поэтому я не скрыл от жены своего намерения постараться за время 12-дневного путешествия в Рио поближе познакомиться с этой личностью, наделенной крайне односторонними способностями. Вряд ли тебе это удастся, дорогой. Насколько я знаю, еще никому не удалось выудить из Чентовича хоть какую-нибудь малость, годную для психологических суждений. При всей своей невероятной ограниченности этот хитрый крестьянин достаточно умен, чтобы скрывать свои слабые места. Меня всю жизнь интересовали различные виды мономанов. Людей, которыми владеет одна единственная идея. Потому что чем теснее рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в известном смысле приближается к бесконечному. Как раз такие, по видимости, равнодушные ко всему на свете люди, упорно, как муравьи, строят из какого-то особого материала свой собственный, ни на что не похожий мирок, представляющий для них уменьшенное подобие Вселенной. Крошечная суденышка, принадлежавшая его отцу, нищему ягославскому лодочнику, было потоплено однажды ночью дунайским грузовым пароходом. Сердобольный пастор из глухой деревушки взял на попечение осиротевшего мальчишку, которому в то время было 12 лет. Добрый человек выбивался из сил, стараясь вдолбить в мозги туповатого, косноязычного, с низким лбом мальчишки, не дававшуюся ему школьную премудрость. Но все старания пастора оказались тщетными. В сотый раз бессмысленно всматривался Мирка в буквы, но не мог их запомнить. Его неповоротливый мозг не схватывал простейших вещей. В 14 лет он все еще считал по пальцам, и ему стоило великого труда прочитать небольшой отрывок из книги или газеты. По вечерам, когда пастор, посасывая длинную деревенскую трубку, играл три неизменные партии в шахматы с жандарским вахмистром, Светловолосый недоросль молча пристраивался возле игроков и, опустив тяжелые веки, с сонным и безразличным видом смотрел на расчерченную доску. Однажды, зимним вечером, когда два приятеля уже углубились в свою обычную игру, в комнату вбежал крестянин в заснеженной шапке и стал умолять пастора, как можно скорее поехать к его умирающей матери. «Ослица!» – заговорила, – вскричал вернувшись пораженный пастор. Несмотря на поздний час, добрый пастор не мог удержаться от искушения сразиться со своим полуграмотным воспитанником. Мирка с такой же легкостью обыграл и его. Играл он медленно, упрямо, ни разу не подняв от доски широколобой головы, но в игре его была непоколебимая уверенность. В последующие дни ни пастор, ни вахмистр не смогли одержать над ним ни одной победы. С помощью сельского парикмахера Мирка привели в более приличный вид, и пастор отвез его в санях в соседний городок, где в кафе на главной площади собирались местные любители шахмат. Игроки, как он убедился на горьком опыте, гораздо более искусные, чем он. Пока его не позвали к шахматному столику, Мирка стоял поддаль, уставившись в пол, так и не сняв нагольного тулупа и высоких пастушащих сапог. Он проиграл первую партию, потому что добряк-пастор никогда не применял сицилианскую защиту. Следующая игра с лучшим шахматистом в городе закончилась в ничью. Однако третью, четвертую и все последующие Мирка выиграл одну за другой. Шахматисты поместили молодого Чентовича в гостиницу, где он впервые в жизни увидел современную Борную. В воскресенье после обеда шахматная комната заполнилась до отказа. В течение четырех часов Мирка неподвижно сидел перед шахматной доской, не произнося ни слова, не подымая глаз и разбивал одного противника за другим. Наконец ему предложили сеанс одновременной игры. Понадобилось некоторое время, чтобы растолковать Мирка, что он должен будет играть сразу против нескольких противников. Но как только он уяснил себе, чего от него хотят, он невозмутимо принялся за дело и стал ходить от стола к столу, медленно ступая тяжелыми, не смазанными сапогами. В конце концов, он выиграл семь партий из восьми. Мирка понадобилось всего шесть месяцев, чтобы постичь все секреты шахматной техники. Правда, одним он не овладел. Это впоследствии было замечено любителями шахматной игры и вызывало с их стороны насмешки. Ни одной сыгранной партии Чентович не мог запомнить. Выражаясь языком профессионалов, не мог играть вслепую. Он был абсолютно не способен воссоздать в своем воображении шахматную доску. Ему было совершенно необходимо иметь перед глазами настоящую в 64 черных и белых квадрата доску и 32 фигуры. Впрочем, этот недостаток не помешал замечательным успехам Мирка. В 17 лет он уже имел с десяток различных призов, в 18 стал чемпионом Венгрии и, наконец, в 20 чемпионом мира. Лучшие игроки, несомненно, превосходившие его умом, силой воображения и смелостью, не смогли противостоять его железной и холодной логике, как не мог Наполеон противостоять осторожному Кутузову. В блистательное общество выдающихся шахматистов, среди которых были философы, математики, люди, обладающие художественным чутьем, изобретательскими способностями и нередко творческим талантом, затесался совершенный чудак. Хмурый, молчаливый, неразвитой деревенский парень. Используя свой талант и славу, он старался заработать как можно больше денег, проявляя при этом мелочную и нередко грубую жадность. Делал он это с беззастенчивой откровенностью. Путешествуя из города в город, он останавливался в самых дешевых отелях. Соглашался играть за любой шахматный клуб, готовый платить ему гонорар. Продал фабриканту мыло, право помещать свой портрет на рекламных объявлениях. И, не обращая внимания на презрительные насмешки своих соперников, которым было известно, что он с трудом может написать связано два слова, выпустил под своим именем книгу «Философия шахматной игры», написанную бедным галицейским студентом по заказу какого-то предприимчивого издателя. Как обычно случается с людьми такого склада, Чентович был начисто лишен чувства юмора. И, сделавшись чемпионом, стал считать себя самым важным человеком в мире. Сознание того, что он сумел одержать победу над всеми этими умными и культурными людьми, обратило его прежнюю неуверенность в холодную надменность. Как и следовало ожидать, легко добытая слава вскружила такую пустую голову. А почему бы парню в 21 год не стать невероятно тщеславным, если, двигая на доске фигурки, он может за одну неделю заработать больше, чем вся его деревня за целый год на рубке леса в ужасных условиях? И так как он не имеет ни малейшего представления о том, что в мире существуют другие ценности, кроме шахмат и денег, у него есть все основания быть в восторге от собственной персоны. «Должно быть, моя жена была права». Завязать знакомство с Чентовичем в течение первых дней нашего путешествия оказалось невозможным. Ну, разве что проявить известное нахальство. Но я не сторонник таких приемов. Иногда он появлялся на верхней палубе и гулял там, заложив руки за спину, погруженный в сосредоточенные раздумья, совсем как Наполеон на известном портрете. Но гуляя по палубе, он всегда так торопился, что мне, чтобы добиться своей цели, пришлось бы бегать за ним рысью. Он никогда не появлялся в гостинных, в баре или курительном салоне. Наконец, мне пришел на ум прием охотников, которые подманивают глухарей, имитируя их любовный зов. Может быть, удастся привлечь к себе внимание шахматного маэстро, выдав себя за шахматного игрока? Шахматы, так же, как любовь требует партнера, а я еще не сумел выяснить, есть ли на пароходе любители этой игры. Чтобы выманить их из нор, я расставил в курительном салоне примитивную ловушку. В качестве приманки за шахматный столик уселась вместе со мной и моя жена, которая играет еще хуже меня. Желанный партнер не заставил себя ждать. Мак Коннор, горный инженер, не хотите ли сыграть со мной партию? Мак Коннор был цветущим здоровяком, обладавшим квадратными челюстями и крепкими зубами. Я узнал, что шотландец бурил нефтяные скважины в Калифорнии и сколотил там крупное состояние. Яркий цвет лица без сомнения указывал на неумеренное потребление виски, а широченные плечи этого атлета довольно неприятно действовали на нас во время игры. Ибо Мак Коннор принадлежал к той категории самоуверенных, преуспевающих людей, которые любое поражение, даже в самом безобидном состязании, воспринимают как удар по своему самолету. Реванш! Позвольте, позвольте, я требую реванша! Как вам будет угодно! Первые две партии проиграны по сущей случайности. Вы же понимаете, что этого не могло бы произойти, если бы не досадная невнимательность. А третью партию мне помог проиграть шум в гостиной. Кто бы спорил. Так что извольте реванш! Ну, разумеется. Чентович увидел нас за шахматами через иллюминатор, выходивший на верхнюю палубу. И как только чемпион заметил, что в сферу его искусства осмелились вторгнуться непосвященные, он невольно подошел поближе и, держась на приличном расстоянии, бросил испытующий взгляд на доску. Был ход МакКоннора. Одного его хода оказалось достаточно, чтобы Чентович сразу понял, как малые интересы представляют для него наши любительские потуги. С небрежным жестом, каким обычно отмахиваются от предложенного в книжном магазине плохого детективного романа, даже не перелистав его, чемпион отвернулся и вышел из салона. Сразу увидел, что игра не стоит свеч. Это вы о ком? Кажется, ваш ход не произвел большого впечатления на чемпиона. Какого еще чемпиона? С нами на пароходе путешествует чемпион мира по шахматам Мирка Чентович. И, кажется, ваша партия его нисколько не заинтересовала. Только не следует расстраиваться из-за его надменности, мой друг. Надо же, а я и не подозревал, что в числе пассажиров находится чемпион. А неплохо было бы сыграть с ним партеечку. Послушайте, а вы не знакомы с чемпионом? Нет, нет, не имел чести. Ну, а не могли бы вы попросить его сыграть с нами? Нет, нет, увольте, боже упаси. Насколько мне известно, Чентович избегает новых знакомств. Да и кроме того, ну какой интерес может представлять для чемпиона мира игра с нами, третиразрядными игроками? Чемпион обязательно должен сыграть с нами. Я просто не представляю себе, чтобы Чентович мог отклонить вызов джентльмена. Я позабочусь об этом сам. МакКоннор, бросив на произвол судьбы неоконченную партию, кинулся разыскивать Чентовича. Тут я снова почувствовал, что удержать человека с такими мощными плечами, если он вбил себе что-либо в голову, дело совершенно безнадежное. Я напряженно ждал. Прошло десять минут, и МакКоннор вернулся, как мне показалось, не в очень хорошем расположении духа. Вы были правы, не очень-то приятный господин. Я поздоровался и назвал себя, но он даже руки не протянул. Я попытался объяснить ему, что все мы будем счастливы, если он согласится удостоить нас сеансом одновременной игры. Но он был со мной страшно официален, и ответил, что, к сожалению, контракт с импресарио, организовавшим его турне, обязывает его играть во время поездки только за вознаграждение, и что минимальный его гонорар — 250 долларов за партию. Вот уж никогда не думала, что передвигать фигуры с белых квадратов на черные — такое доходное дело. Надеюсь, вы столь же любезно откланились? Матч состоится. Завтра в три часа дня здесь, в курительном салоне. Надеюсь, ему не так-то легко удастся разбить нас. Как? Вы дали ему 250 долларов? Почему же нет? Это его профессия. Если бы у меня разболелся зуб, а на борту парохода оказался дантист, ведь не стал бы он рвать его даром. Его право заломить сколько он хочет. Так везде. В любой профессии лучшие специалисты бывают прекрасными коммерсантами. Что же до меня, то я за чистые сделки. Я с гораздо большим удовольствием заплачу вашему Чентовичу звонкой монеты, чем стану просить его о продолжении, да еще буду чувствовать себя обязанным рассыпаться потом в благодарности. Третий разрядному игроку не стыдно проиграть Чентовичу. На другой день, точно в назначенный час, наша компания собралась в полном составе. Центральное место напротив чемпиона, разумеется, предоставлено МакКоннору. Он волновался, курил одну за другой крепкие сигары и нервно посматривал на часы. Чемпион заставил себя ждать добрых десять минут. И это еще больше подчеркнуло торжественность его появления. Он подошел к столу с невозмутимым видом и не поздоровался. По-видимому, его неучтивость должна была означать «Вам известно, кто я, а мне совсем неинтересно знать, кто вы». И сразу, сухим деловым тоном, начал излагать свои условия. Так как на пароходе не было достаточного количества шахматных досок для проведения сеанса одновременной игры, он предлагает, чтобы все мы играли против него сообща. Сделав ход, он будет отходить в другой конец комнаты, чтобы не мешать нам советоваться. Мы же, сделав ответный ход, должны будем за неимением колокольчика стучать по стакану чайной ложечкой. Если не будет возражений, он предлагает дать на обдумывание каждого хода максимум десять минут. Мы, как робкие ученики, приняли все его условия. Чентовичу достались черные. Он, стоя, сделал первый ответный ход, сразу повернулся, отошел в условленное место и там, лениво развалившись в кресле, принялся перелистывать иллюстрированный журнал. До сих пор мне не доводилось встречаться с выдающимися шахматистами. Чем больше я старался понять этот тип людей, тем непостижимее казалась мне эта работа человеческого мозга, полностью сосредоточенная на небольшом пространстве, разделенном на 64 черных и белых квадрата. По личному опыту мне было знакомо таинственное очарование королевской игры, единственной из игр, изобретенных человеком, которая не зависит от прихоти случая и венчает лаврами только разум, или, вернее, особенную форму умственной одаренности. Но разве узкое определение «игра» не оскорбительна для шахмат? Однако это и не наука, и не искусство. Вернее, нечто среднее, витающее между двумя этими понятиями, как бы между небом и землей. В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия. Она и древняя, и вечно новая. Механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто обладает фантазией. Фантазией, ограниченная тесным геометрическим пространством и в то же время безграничная в своих комбинациях, непрерывно развивающаяся и совершенно бесплодная, мысль без вывода, математика без результатов, искусство без произведений, архитектура без камня. И все-таки мне было всегда трудно, почти невозможно представить себе жизнь человека, ограничившего свой мир небольшим бело-черным пространством и способного находить радость бытия в передвижении туда-сюда 32 фигур. Я не мог понять психологии человека, который верит в то, что хоть конем, а не пешкой, может принести ему славу и обеспечить местечко среди бессмертных в виде коротенького примечания к руководству по шахматной игре. Разумного, мыслящего человека, который, не будучи сумасшедшим, в течение 10, 20, 30, 40 лет снова и снова посвящает всю силу своего ума нелепому занятию, во что бы то ни стало загнать в угол деревянной доски деревянного короля. Вряд ли стоит описывать эту партию. Кончилась она, как и следовало ожидать, полнейшим нашим поражением и к тому же на 24-м ходу. Не было ничего удивительного в том, что чемпион мира, играя, что называется левой рукой, на голову разбил с полдежной посредственных и совсем слабых игроков. Но всем нам было противно надменное поведение Чентовича, который ясно давал почувствовать, что разделался с нами без малейшего труда. Каждый раз, подойдя к столу, он бросал на доску беглый и нарочито небрежный взгляд, а на нас и вовсе не обращал внимания, словно мы тоже были деревянными фигурами. Даже закончив игру, этот шахматный робот не произнес ни звука. Поставив мат, он остался неподвижно стоять у стола, очевидно желая узнать, не хотим ли мы сыграть еще одну партию. Я уже поднялся было с места и приготовился дать понять жестом, что лично я с удовольствием буду считать наше знакомство законченным, едва только окончатся финансовые расчеты. Реванш! Я требую реванша! Меня испугал вызов, прозвучавший в голосе МакКоннора. Он скорее напоминал боксера, готового нанести решающий удар, нежели корректного джентльмена. Может быть, его возмутило оскорбительное поведение Чентовича, или причиной тому было его собственное уязвленное самолюбие, но даже внешне МакКоннор совершенно изменился. Он покраснел до корней волос, ноздри раздулись, на лбу выступили капли пота, от закушенной губы к воинственно выставленному вперед подбородку пролегли резкие складки. Я с беспокойством заметил в его глазах огонек неукротимой страсти, который охватывает обычных игроков в рулетку, когда нужный им цвет не выпадает шесть-семь раз подряд после непрерывно удваиваемых ставок. Я уже знал, что этот одержимый готов поставить против Чентовича все свое состояние и играть, играть, играть по простым или удвоенным ставкам, пока не выиграет хотя бы одну партию. Если бы Чентович взялся бы за дело... Мак-Коннор мог бы оказаться для него сущим золотым дном, и прежде чем на горизонте возник бы Буэнос-Айрес, в кармане чемпиона очутилось бы несколько тысяч долларов. Реванш! Я требую реванша! Чентович остался недвижим. Извольте, вежливо проговорил он, теперь, господа, вы будете играть черными. Вторая партия мало чем отличалась от первой. Ну, только наша компания несколько увеличилась за счет подошедших зрителей, и игра стала оживленнее. Дойдя до семнадцатого хода, мы с изумлением обнаружили, что у нас создалась позиция, казавшаяся поразительно выгодной. Мы сумели продвинуть пешку С на предпоследнюю линию, и все, что нам нужно было теперь сделать, это продвинуть ее вперед на С1. И мы получали второго ферзя. Однако мы не были вполне спокойны. Нам не верилось, что у нас действительно появился такой очевидный шанс на выигрыш. И все же, как мы не обсуждали и не рассматривали положение со всех сторон, мы не могли разгадать, в чем заключался подвох. Заманчиво! Ах, как заманчиво! Сердцем чувствую, это ловушка! И что вы предложите? Ах, была не была, все равно ничего лучше не придумаем. Наконец, когда пошла девятая минута, МакКоннор взялся за пешку, чтобы передвинуть ее на последний квадрат. Ради Бога, не делайте этого! Мы все невольно обернулись. За нами стоял человек лет сорока пяти. Узкое с резкими чертами лицо его уже раньше на прогулках привлекло мое внимание своей необычайной мертвенной бледностью. Если вы сделаете ферзя, он немедленно возьмет его слоном, которого снимете конем. Он же в это время продвинет свою проходную пешку на Д7 и будет угрожать вашей ладье. Если даже вы объявите шаг конем, все равно партия для вас будет потеряна. Через 9 или 10 ходов вы получите мат. Почти ту же комбинацию применил в 22-м году Алехин, играя против Боголюбова в Пестиэне. Пораженный МакКоннор выпустил из рук пешку и с неимым удивлением уставился на ангела-хранителя, свалившегося к нам с неба. Ведь предугадать мат за 9 ходов мог только игрок высшего класса, участник международных состязаний. Может быть, он направлялся на тот же турнир, что и Чентович, и будет оспаривать мировое первенство? Тогда что же вы посоветуете? Пока что не передвигайте пешки вперед. Пока уклоняйтесь. Прежде всего, выводите короля из опасной зоны с Г8 на Х7. Тогда ваш противник, по всей вероятности, перенесет атаку на другой фланг. Но эту атаку вы можете парировать ходом ладьи С8 на С4. В таком случае у вас обоих окажутся проходные пешки. Если вы будете правильно защищаться, то сможете свести партию к ничее. Это лучшее, что вы можете сделать. Мы снова остолбенели. Точность и быстрота его расчетов ошеломили нас. Похоже было, что он читает ходы по книжке. Благодаря его вмешательству игра принимала неожиданный оборот. Возможность сыграть в ничью с чемпионом мира это было так заманчиво! Мы все отодвинулись в сторону, чтобы не мешать ему смотреть на доску. Время, время, господа! Значит, короля с Г8 на А7. Конечно. Сейчас самое главное уклониться. Чентович подошел своей обычной ленивой походкой и посмотрел, какой ход мы сделали. Потом он передвинул пешку на королевском фланге точно так, как предсказал наш таинственный помощник. Ладью вперед! Ладью с С8 на С4! Тогда ему придется сначала защищать пешку. Но это ему не поможет. Не обращайте внимания на его проходную пешку. Уберите конем С3, Д5, и тогда равновесие восстановится. Атакуйте, вместо того, чтобы защищаться. Мы не понимали, о чем он говорит. Он с таким же успехом мог говорить с нами по-китайски. Мак-Конор, как зачарованный, не размышляя, делал то, что ему приказывали. Мы снова застучали по стакану, призывая Чентовича. И тут он, внимательно вглядываясь в доску, впервые помедлил перед тем, как пойти. Ход он сделал. Как раз тот, который предугадал незнакомец. Он уже повернулся, чтобы идти, но тут произойдет. На Большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда, в последние минуты отправления деловитая суета. Через толпу проталкивались провожающие, рассыльные телеграфы выкрикивали фамилии пассажиров, проносили багаж и цветы, по лестницам бегали любопытные дети, а на верхней палубе, не умолкая, играл судовой оркестр. Я стоял со своей женой на палубе вдали от этой сутовки. Вдруг, совсем близко от нас, два или три раза, ярко вспыхнул магний. Должно быть, среди пассажиров была какая-то знаменитость. С нами на пароходе едет чудо природы Чентович. Мирка Чентович, чемпион мира по шахматам. Он только что разгромил всех шахматистов Америки, и сейчас едет пожинать лавры в Аргентин. Моя жена, лучше меня осведомленная в светской хронике, рассказала, что около года назад Чентовичу удалось сразу встать в ряды таких шахматных светил, как Алёхин, Капабланка, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года 7-летнего вундеркинда Ришевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чентовича отнюдь не предвещали ему блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна. Чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибок даже нескольких слов. И как саркастически заметил один из его желчных соперников, невежество его было всеобъемлющим. Поэтому я не скрыл от жены своего намерения постараться за время 12-дневного путешествия в Рио поближе познакомиться с этой личностью, наделенной крайне односторонними способностями. Вряд ли тебе это удастся, дорогой. Насколько я знаю, еще никому не удалось выудить из Чентовича хоть какую-нибудь малость, годную для психологических суждений. При всей своей невероятной ограниченности этот хитрый крестьянин достаточно умен, чтобы скрывать свои слабые места. Меня всю жизнь интересовали различные виды мономанов. Людей, которыми владеет одна единственная идея. Потому что чем теснее рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в известном смысле приближается к бесконечному. Как раз такие, по видимости, равнодушные ко всему на свете люди, упорно, как муравьи, строят из какого-то особого материала свой собственный, ни на что не похожий мирок, представляющий для них уменьшенное подобие вселенной. Крошечная суденышка, принадлежавшая его отцу, нищему ягославскому лодочнику, была потоплена однажды ночью дунайским грузовым пароходом. Сердобольный пастор из глухой деревушки взял на попечение осиротевшего мальчишку, которому в то время было 12 лет. Добрый человек выбивался из сил, стараясь вдолбить в мозги туповатого, косноязычного, с низким лбом мальчишки, не дававшуюся ему школьную премудрость. Но все старания пастора оказались тщетными. На большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда, в последние минуты отправления деловитая суета. Через толпу проталкивались провожающие, рассыльные телеграфы выкрикивали фамилии пассажиров, проносили багаж и цветы, по лестницам бегали любопытные дети, а на верхней палубе, не умолкая, играл судовой оркестр. Я стоял со своей женой на палубе вдали от этой судовой. Вдруг, совсем близко от нас, два или три раза, ярко вспыхнул магний. Должно быть, среди пассажиров была какая-то знаменитость. С нами на пароходе едет чудо природы Чентович. Мирка Чентович, чемпион мира по шахматам. Он только что разгромил всех шахматистов Америки, и сейчас едет пожинать лавры в Аргентин. Моя жена, лучше меня осведомленная в светской хронике, рассказала, что около года назад Чентовичу удалось сразу стать в ряды таких шахматных светил, как Алехин, Капабланко, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года семилетнего вундеркинда Ришевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чентовича отнюдь не предвещали ему блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна. Чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибок даже нескольких слов. И, как саркастически заметил один из его желчных соперников, невежество его было всеобъемлющим. Поэтому я не скрыл от жены своего намерения постараться за время 12-дневного путешествия в Рио поближе познакомиться с этой личностью, наделенной крайне односторонними способностями. Вряд ли тебе это удастся, дорогой. Насколько я знаю, еще никому не удалось выудить из Чентовича хоть какую-нибудь малость, годную для психологических суждений. При всей своей невероятной ограниченности этот хитрый крестьянин достаточно умен, чтобы скрывать свои слабые места. Меня всю жизнь интересовали различные виды мономанов. Людей, которыми владеет одна единственная идея, потому что чем теснее рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в известном смысле приближается к бесконечному. Как раз такие, по видимости, равнодушные ко всему на свете люди, упорно, как муравьи, строят из какого-то особого материала свой собственный, ни на что не похожий мирок, представляющий для них уменьшенное подобие Вселенной. Крошечная суденышка, принадлежавшая его отцу, нищему югославскому лодочнику, была потоплена однажды ночью дунайским грузовым пароходом. Сердобольный пастор из глухой деревушки взял на попечение осиротевшего мальчишку, которому в то время было 12 лет. Добрый человек выбивался из сил, стараясь вдолбить в мозги туповатого, косноязычного, с низким лбом мальчишки, не дававшуюся ему школьную премудрость. Но все старания пастора оказались тщетными. В сотый раз бессмысленно всматривался мирка в буквы, но не мог их запомнить. Его неповоротливый мозг не схватывал простейших вещей. В 14 лет он все еще считал по пальцам, и ему стоило великого труда прочитать небольшой отрывок из книги или газеты. По вечерам, когда пастор, посасывая длинную деревенскую трубку, играл три неизменные партии в шахматы с жандарским вахмистром, светловолосый недросль молча пристраивался возле игроков и, опустив тяжелые веки, с сонным и безразличным видом смотрел на расчерченную доску. Однажды, зимним вечером, а в уголок рта у доктора нервно подергивается. Я уже раньше заметил это мимолетное, еле уловимое подергивание. Оно повторялось каждые 2-3 минуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокойное выражение. Вы, наверное, ждете, что я расскажу о концентрационном лагере, в котором были брошены все приверженцы Старой Австрии и которые подвергались там мучениям, пытками и унижениям. Ничего подобного со мной не случилось. Я был отнесен к особой категории. Я был включен в небольшую группу людей, из которых нацисты рассчитывали выжать деньги или важные сведения. Вы, вероятно, помните, что наш канцлер, а также барон Ротшильд, не были брошены в лагерь за колючую проволоку. Они были помещены в отдельные комнаты в отеле «Метрополь», где находился штаб гестапо. Той же честью достоился и я. На первый взгляд комната, в которую меня поместили, не производила неприятного впечатления. В ней были дверь, стол, кровать, кресло, умывальник, зарешеченное окно. Но дверь была заперта днем и ночью. На столе ни книг, ни газет, ни карандашей, ни бумаги. Перед окном кирпичная стена. Мое «я» и мое тело находились в пустоте. У меня отобрали все. Часы, чтобы я не знал времени, карандаш, чтобы я не смог писать, перочины, но, чтобы я не смог вскрыть вены. Даже невинные утешения сигареты были отняты у меня. Я не видел человеческих лиц, не слышал человеческих голосов. С утра и до ночи. И с ночи до утра я не имел никакой пищи для глаз, для слуха, для остальных моих чувств. Я был наедине с самим собой и немногими неодушевленными предметами. Столом, кроватью, окном, умывальником. Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел. Особенно по ночам. Это была пустота без времени и пространства. Можно было ходить из угла в угол, и за тобой все время следовали твои мысли. Туда и обратно. Туда и обратно. Но даже мыслим нужна какая-то точка опоры, иначе они начнут бессмысленно кружиться вокруг самих себя. Они тоже не выносят пустоты. С утра и до вечера ты все ждал чего-то, но ничего не случалось. Ты ждал, ждал, и ничего не происходило. И так все ждешь, ждешь, все думаешь, думаешь, пока не начинает ломить в висках ничего. Ты по-прежнему один, один, один. Я жил вне времени, вне жизни. Мой мир ограничивался столом, дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, стенами. Каждый раз, когда я смотрел на обои, мне казалось, что кто-то повторяет их зигзагообразный рисунок стальным резцом у меня в мозгу. Так продолжалось две недели. Наконец начались допросы. Вызывали внезапно, я не знал, днем-то было или ночью. Идти приходилось неизвестно куда, через несколько коридоров, потом нужно было ждать неизвестно где. Наконец вы оказывались перед столом, за которым сидели двое в форме. На столе лежали кипы бумаг, документы, содержание которых вы не знали. Потом начинались вопросы, нужные, ненужные, прямые, наводящие, вопросы ширмы и вопросы ловушки. Пока вы отвечали на них, чужие недобрые пальцы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в ней было написано. И чужая недобрая рука записывала ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она записывает. Но допросы были еще не самым худшим. Хуже всего было возвращаться после допроса в пустоту. В ту же комнату, с тем же столом, той же кроватью, тем же умывальником, теми же обоями. Как только я оставался один в пустоте, мысли начинали безостановочно вертеться в моей голове, рождая все новое предположение, отравляя даже сон. И это было, пожалуй, еще ужасней. Со мной по-прежнему были стол, умывальник, кровать, обои, окно. Внимание не отвлекалось ничем. Не было ни книги, ни журнала, ни нового лица, ни карандаша, которым можно было что-то записать. Ни спички, чтобы повертеть в пальцах. Ничего, совсем, ничего. Только стол, умывальник, кровать, обои, окно. Тут только я полностью осознал, с какой дьявольской изобретательностью, с каким убийственным знанием человеческой психологии была придумана эта система тюремной одиночки в отеле. В лагере, наверное, пришлось бы возить на тачке камни, стирая руки до кровавых мозолей, пока не закоченеют ноги, жить в вонючей холодной коморке с двумя десятками таких же несчастных. Но ведь там вокруг были бы человеческие лица, пространство, тачка, деревья, звезды. Там было бы на чем остановить взгляд. Нет, это состояние передать, которое невозможно длило четыре месяца. Это легко написать всего двенадцать букв, легко сказать всего несколько слогов. Че-ты-ре-ме-ся-ца. Но кто сможет охватить и измерить, как бесконечно долго тянулось это время вне времени и пространства? Никому не объяснишь, как губит и разрушает человека одиночество. Когда вокруг одна пустота, пустота, и все тот же стол, и кровать, и умывальник, и обои, и молчание, и все те же мысли, которые по ночам преследуют тебя до тех пор, пока не начинаешь терять рассудок. По некоторым мелким признакам я с ужасом понял, что мозг мой перестает действовать нормально. Вначале я приходил на допросы совершенно ясной головой. Мне давал показания спокойно и осторожно, и отчетливо сознавал, что я должен говорить и чего не должен. Теперь же все, что я мог, это, запинаясь, связывать простейшие фразы. Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я понимал, что приближается момент, когда для своего спасения я расскажу все. Все, что знаю. А может быть и больше. Для того, чтобы вырваться из этой удушающей пустоты, я предам двенадцать человек, выдам их тайны, выдам без всякой выгоды для себя, получив, может быть, только короткую передышку. Отведите меня к следователю. Я хочу во всем признаться. Я скажу им, где находятся бумаги и деньги. Я все скажу им. Все. Был конец июля. День был темный, зловещий, дождливый. Все эти подробности я отчетливо помню, потому что в окна коридора, через который меня ввели на допрос, барабанил дождь. Мне пришлось дожидаться в прихожей перед кабинетом следователя. Перед допросом всегда заставляли подолгу ждать. Это входило в их систему. Сперва взвинчивали нервы внезапным вызовом среди ночи, потом, когда вы брали себя в руки и подготавливались к испытанию, когда ваша воля и ум были напряжены и готовы к сопротивлению, вас заставляли ждать. Стоять перед закрытой дверью час, два, три часа. И все-таки, несмотря ни на что, я благословлял эту мучительную неизвестность и физическую усталость. Ведь я находился в другой, не своей комнате. Эта комната была чуть больше моей, с двумя окнами вместо одного. Без кровати, без умывальника и без миллиона раз виденной трещины на подоконнике. Дверь была окрашена в другой цвет. У стены стояло другое кресло, а налево шкафчик для бумаг и вешалка, на которой висели четыре мокрые шинели. Шинели моих мучителей. И вдруг, совершенно неожиданно, я увидел нечто такое, что окончательно заворожило мой взгляд. Я заметил, что боковой карман одной из шинелей слегка оттопыривается. Я придвинулся ближе. По прямоугольным очертаниям того, что лежало в кармане, я догадался, что это книга. Книга! Вот уже четыре месяца, как я не держал в руках книги. Мысли о том, что слова могут складываться в строчке, а строчке составляют страницы, печатные листы, и, наконец, книгу, книгу, в которой можно найти и запомнить новые, неизвестные мне доселе интересные мысли. Все это одновременно возбуждало и одурманивало меня. Я глядел на оттопыренный карман, в котором лежала книга. Глядел с такой страстью, будто хотел прожечь своим взглядом дыру в шинели. Я уже не мог совладать со своим нетерпением. Руки мои дрожали при мысли о том, что могу дотронуться до книги, хотя бы через материю шинели. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я придвинулся еще ближе. К счастью, надзиратель не обращал внимания на мое не совсем обычное поведение. И вот я уже стоял совсем близко от шинели. Чтобы иметь возможность незаметно дотронуться до нее, я заложил руки за спину. Я потрогал карман и убедился, что внутри действительно была книга, книга. И вдруг меня ужалила мысль. Укради эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты сможешь спретать ее в своей камере и читать, 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 наконец-то снова читать. У меня зазвенело в ушах, заколотилось сердце, но когда первоначальное оцепенение миновало, я незаметно прижался к шинели и, ни на мгновение, не сводя глаз с надзирателя, принялся спрятанными за спину руками выталкивать книгу из кармана. Выше, выше, еще выше. Потом рывок я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очутилась небольшая книжонка. Только тут я испугался того, что наделал. Отступать было нельзя. Что мне оставалось делать? Я засунул книгу сзади под брюки так, чтобы ее поддерживал пояс, потом постепенно передвинул на бедро. Теперь я мог удерживать книгу на месте, прижав по военному руки по швам. Нужно было попробовать. Я шагнул от вешалки, два шага, три шага. Прекрасно. Если только я буду крепко прижимать пояс, книгу можно не выронить и унести с собой. Не буду утомлять вас подробностями, скажу только, что на обратном пути в коридоре был очень опасный момент. Книга выскользнула из-под пояса в брюки, и мне пришлось симулировать бурный припадок кашля, чтобы согнуться в три погибели и снова затолкать ее под пояс. Но каково же было мое счастье, когда я принес ее в свою преисподнюю и, наконец, остался один. Но я уже больше не был один. Вы, наверное, думаете, что первым моим побуждением было схватить книгу, просмотреть ее, начать читать? Ничего подобного. Прежде всего я принялся смаковать радость обладания ею. Мне хотелось долго-долго щекотать свои нервы, размышляя, что за книга украдена мною. Хотелось, чтобы она была с очень мелким, убористым шрифтом, чтобы в ней было много-премного тоненьких страничек, чтобы я мог читать ее как можно дольше. Первый взгляд, брошенный на нее, не просто разочаровал меня. Я ужасно рассердился. Моя добыча, похищая которую я подвергался такой чудовищной опасности и которой породил такие пылкие надежды, оказалась всего лишь пособие по шахматной игре, сборником 150 шахматных партий, сыгранных крупнейшими мастерами. Если бы я не был окружен со всех сторон стенами и решетками, я бы выбросил книгу в припадке ярости в окно. Какая польза, ну какая польза была мне от подобной ерунды? Для чего нужна была мне эта теоретическая абракадабра? В шахматы нельзя играть в одиночку, тем более без фигур и без доски. Я перелистывал в раздражении книгу, думая найти хоть что-либо для чтения, какое-нибудь введение или пояснение, но не нашел ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспроизводящих партии мастеров с их непонятными для меня обозначениями А2, А3, К1, Д3 и так далее. Все это было для меня чем-то вроде алгебраических формул, которым я не имел ключа. Только постепенно догадался я, что буквы А, Б, С обозначали вертикальные ряды, а цифры 1, 2, 3, 8 горизонтальные, и что они указывали на положение в данный момент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто графические диаграммы все-таки что-то говорили! В первые дни вместо игры получилась сплошная неразбериха. Я начинал партию снова и снова 5, 10, 20 раз, но у кого еще было столько лишнего свободного времени, как у меня, пленника, окружавшей меня пустоты? У кого еще могло быть такое упорное желание добиться своего и такое терпение? Мне потребовалось 6 дней, чтобы без ошибки довести до конца одну партию. Через 2 недели я без всякого труда мог сыграть любую партию из книги по памяти или, говоря языком шахматистов, слепую. И только тогда я осознал, какой замечательный дар принесла мне моя дерзкая кража. Ведь у меня появилось занятие, пускай бессмысленное и бесцельное, но все же занятие, заполнявшее окружающую пустоту. 150 партий, разыгранных мастерами, явились оружием, при помощи которого я мог бороться против угнетающего однообразия времени и пространства. И то, что вначале служило только средством коротать время, стало наслаждением. И непревзойденные стратеги шахматового искусства Алёхин, Ласкер, Боголюбов, Тартаковер, как дорогие друзья, разделяли со мной одиночество заключения. Да, теперь я не был одинок в своей безмолвной камере. Регулярные занятия с шахматами способствовали тому, что мои, начавшие было сдавать умственные способности, стали восстанавливаться. Освеженный мост снова работал, как прежде, и даже стал еще более гибким и острым. Прежде всего, восстановленная способность ясной и логичной мыслить сказалась на допросах. За шахматной доской я бессознательно выработал себе умение защищаться против ложных угроз, измаскированных выпадов, и с тех пор следователи уже не могли захватить меня врасплох. Мне даже казалось, что гестаповцы начали относиться ко мне с известным уважением. Их, возможно, удивляло. Из какого неведомого источника черпаю я силы для дальнейшего сопротивления, когда уже столько людей было сломлено у них на глазах? Счастливое время, когда я систематически, день за днем, разыгрывал эти 150 партий, длилось три месяца. А потом я неожиданно опять очутился на мертвой точке. Передо мной снова была пустота. К этому времени я уже 20-30 раз поштудировал каждую партию. Прелесть новизны была утрачена. Комбинации больше не озадачивали меня, не заряжали энергией. Было бесцельно повторять без конца партий, в которых я давно уже знал наизусть каждый ход. Стоило мне начать, и вся игра разворачивалась передо мной, как на ладони. В ней не было ничего неожиданного, напряженного, неразгаданного. Вот если бы достать новую книгу с новыми партиями и опять заставить работать свой мозг. Но это было невозможно. И у меня оставался только один выход. Вместо старых, хорошо знакомых мне партий, самому изобретать новые. Я должен был попытаться играть сам собой. Или, вернее, против себя. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как воздействует на интеллект человека это замечательнейшее из игр? Достаточно немного поразмыслить, чтобы стало ясно, что в шахматах, как чисто мыслительной игре, где исключена случайность, игра против себя самого является абсурдной. Главная прелесть шахмат заключается по существу прежде всего в том, что стратегия игры развивается одновременно в умах двух разных людей, причем каждый из них избирает свой собственный путь. В этой битве умов черные, не зная, какой маневр предпримут сейчас белые, стараются его разгадать и помешать им, тогда как белые со своей стороны делают все, чтобы догадаться о тайных намерениях черных и дать им отпор. Если бы один и тот же человек пожелал одновременно играть и черными, и белыми, создалось бы бессмысленное положение, при котором один и тот же мозг в одно и то же время знает что-то и не знает. Делая ход в качестве белых, он должен был бы, как по команде, забыть о том, какой хитрый план задумал перед этим, будучи черными. Подобное раздвоение потребовало бы, помимо расщепления сознания, также его попеременного включения и выключения, как в каком-то автоматически действующем аппарате. Короче говоря, играть против самого себя столь же парадоксально, как пытаться перепрыгнуть через собственную тень. Доктор Бланк откинулся в шезлонги и на минуту закрыл глаза. Казалось, он селился рассеять ожившие воспоминания. Уголок его рта снова непроизвольно дернулся. Потом он опять выпрямился. Простите, пожалуйста, что я заставляю вас разбираться во всей этой безумной путанице. Разыгрывая в абстрактном пространстве эти фантастические партии, я должен был рассчитывать несколько ходов вперед за белых и столько же ходов за черных. Должен был взвешивать все возникающие комбинации то с точки зрения черных, то с точки зрения белых. Иначе говоря, сочетать в одном своем уме и ум черных, и ум белых. Но самая серьезная опасность этого жуткого эксперимента заключалась не в раздвоении моего «я». Она заключалась в том, что я должен был самостоятельно разыгрывать мной уже придуманные партии и то и дело терял всякую почву и словно падал в какую-то пропасть. Пока я разыгрывал партии чемпионов, все было хорошо. Мне было совершенно все равно, кто выиграет, черные или белые, потому что за пальму первенства сражались Алехин и Боголюбов, тогда как я сам, мой мозг, мое сознание только смаковали тонкости поединка. Но как только я начал играть против себя, я бессознательно стал соперничать сам собой. Мое «я» — белые и черные должны были состязаться друг с другом, и каждое из этих «я» было одновременно охвачено нетерпеливым и чистолюбивым желанием выигрывать, одержать победу. Я даже приблизительно не могу сказать, сколько партий против себя самого я сыграл, охваченный этой ненасытной жадностью. За долгий месяц своего заключения может быть тысячу, а может быть и больше. С рассвета и до ночи я не думал ни о чем другом. В мозгу меня непрерывно вертелись А, Б, И, С, М, А, ты, рокировка, и все мое существо, все мои помыслы рвались к расчерченной в воображении на квадраты доске. Удовольствие от игры превратилось в страсть. Страсть превратилась в бешенство, манию. Иногда я бессознательно просыпался в холодном поту и чувствовал, что игра бессознательно продолжается и во сне. Даже если я видел во сне людей, они передвигались, как конь или ладья, наступали и отступали, подобно шахматным фигурам. На допросах я выражался сбивчиво и туманно. Следователи как-то странно переглядывались между собой. Перерывы в игре все больше раздражали меня. Даже те 15 минут, когда надзиратель прибирал мою камеру, меня терзало лихорадочное нетерпение. Иногда завтрак оставался нетронутым до вечера. Единственное физическое чувство, которое я испытывал, была страшная жажда. Я в два глотка осушал бутылку воды и умолял надзирателя принести мне еще, но через минуту во рту у меня совершенно пересыхало. Разумеется, сейчас я полностью отдаю себе отчет в том, что мое тогдашнее состояние было ничем иным, как психическим заболеванием, для которого я не могу подыскать другого названия, кроме неизвестного еще в медицине термина «отравление шахматами». Обдумывая ход, я непрерывно ходил по камере. Туда и обратно, туда и обратно, все быстрее и быстрее, вперед и назад, вперед и назад. С приближением развязки я все быстрее метался из угла в угол. Жажда победы, победы над самим собой доводила меня до иступления, потому что одно из моих шахматных я всегда отставала от другого. Одно я подхлестывало, другое, и я понимаю, что вам это должно показаться идиотством. Когда одно из моих я недостаточно быстро реагировало на ход, сделан другим я, то я злобно выкрикивал «Скорее! Скорее!» Или «Дальше! Дальше!» Он не помнил, когда разрешилось кризисом это ужасное, неописуемое состояние. Однажды утром он проснулся и больше не ощущал тяжести во всем теле. Было легко и покойно, он лежал в новой непривычной постели, и нет, это был не сон. Возле него стоял приятный пожилой человек. Спокойно, лежите спокойно. Пораженный увиденным, доктор Бланк захотел сесть, но когда попытался облокотиться в спинку кровати, то не смог этого сделать. Вместо правой руки он увидел что-то постороннее. Большой тяжелый белый предмет. Должно быть, вся рука его была забинтована. И тогда он понял, что лежит в больнице, а приятный пожилой человек, перед ним врач. Скажите, вы математик или химик? Ни то, ни другое. Странно. В бреду вы все время выкрикивали какие-то формулы. С3, H5. Мы ничего не могли понять. Я не помню, что со мной произошло. Ничего серьезного. Острое расстройство нервной системы, но это вполне понятно при их-то методах. Через два дня доктор сам рассказал мне, что произошло. Тюремный надзиратель услышал в моей камере крики и подумал, что я спорю с кем-то, проникшим ко мне. Но едва он показался на пороге, я бросился к нему с кулаками и заорал. Делай ход, негодяй, трус. Потом я схватил его за горло и с такой ярости стал душить, что ему пришлось звать на помощь. Я продолжал бушевать, и когда меня тащили на медицинское освидетельствование, в коридоре вырвался и пытался выброситься в окно, разбил стекло и сильно порезал руку. Вот тут еще остался глубокий шрам. В первые дни, когда я попал в госпиталь, у меня было что-то вроде воспаления мозга, но сейчас, по мнению врача, мой рассудок и центры восприятия уже в полном порядке. Я знал вашу семью, тихо добавил врач. И всегда был высокого мнения о вашем дяде, лейб-медике. Положитесь на меня, я сделаю все от меня зависящее. Вот, собственно, и все, мой друг. Право, вы не должны ожидать от завтрашней игры слишком многого. Это будет просто испытанием для меня. Могу ли я могу ли я играть в шахматы нормально, сидя за шахматной доской против настоящего живого противника, передвигая настоящие фигуры? Кроме того, кроме того, меня предупреждал врач. Для человека, который был подвержен мании, навсегда остается опасность рецидива. Так что вы понимаете, только одна пробная партия и не одной больше. На следующий день, точно в назначенное время, мы собрались в курительном салоне. Чентович на сей раз не заставил себя ждать и после жеребьевки началась необычная игра. Опытный Чентович сидел совершенно неподвижно, словно каменное извояние. Взор его был прикован к доске, умственное напряжение, казалось, стоило ему почти физических усилий. Доктор Бланк, напротив, держался свободно и непринужденно. Как настоящий дилетант, в лучшем смысле этого слова, для которого весь смысл и удовольствие игры заключались в самой игре, он, казалось, отдыхал. Он разговаривал, весело объяснял нам свои ходы, неврежно закуривал сигарету за сигаретой, бросал быстрый взгляд на доску и передвигал фигуру. Казалось, он каждый раз точно предвидел ход своего противника. Дебют был разыгран быстро. Определенный план начал намечаться только после седьмого или восьмого хода. Чентович стал дольше обдумывать ходы, и из этого мы заключили, что теперь началась настоящая борьба за инициативу. Чентович бесконечно долго обдумывал каждый свой ход. Это постепенно начало нервировать нашего друга. С тревогой заметил я, что чем дольше затягивалась игра, тем беспокойнее он становился. Двигался на стуле, нервно зажигал сигарету за сигаретой, время от времени хватал карандаш и что-то записывал, заказывал минеральную воду и жадно глотал стакан за стаканом. Было очевидно, что мозг его конструировал комбинацией в сто раз быстрее, чем мозг Чентовича. Каждый раз, когда тот после бесконечного раздумья неловко брал фигуру и решался передвинуть ее вперед, наш друг, улыбнувшись, сразу же делал ответный ход. Чем дольше обдумывал каждый свой ход Чентович, тем нетерпеливее становился доктор Бланк, злобно, почти враждебно сжимавший губы. Чентович, однако, не желал торопиться. Он сидел упорный и молчаливый, размышляя над ходами, и по мере того, как число фигур на доске уменьшалось, увеличивались паузы. К 42-му ходу, после битых двух часов, все мы сидели в изнеможении, почти равнодушные к тому, что происходило перед нами. Но вдруг, после очередного хода Чентовича произошло нечто неожиданное. Доктор Бланк, заметив, что Чентович, собираясь сделать ход, взялся за коня, сжался, как кошка перед прыжком. Он весь дрожал и не успел Чентович исполнить свое намерение, как доктор Бланк быстро продвинул вперед своего ферзя. Так, теперь с этим покончено. Он откинулся в кресле, скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на Чентовича. В глазах его сверкнул огонек. Мы все невольно склонились над доской, стараясь сообразить, что означал этот торжествующий возглас, но прямой угрозы королю мы не увидели. Один только Чентович не шелохнулся. Он оставался совершенно спокоен. Все мы затаили дыхание и сразу же стало слышно тиканье контрольных часов. Прошло три минуты, семь минут, восемь. Чентович продолжал сидеть без движения и только потому, как раздувались его широкие ноздри, было видно, какая буря бушевала у него в груди. Доктор Бланк внезапно встал, оттолкнул стул и принялся ходить из угла в угол, вначале медленно, а затем все ускоряя и ускоряя шаг. Он ходил по совершенно точно ограниченному пространству, словно бы каждый раз натыкался на невидимую стену, заставлявшую его поворачивать назад. С содроганием понял я, что он бессознательно шагает по своей прежней камере. Так, именно так, с остановившимся взглядом, тысячи раз бегал он из угла в угол там, и в лихорадочно блестевших глазах его сверкали красные огоньки безумия. Время продолжало тянуться. Девять минут. Десять. Затем произошло то, чего никто из нас не ждал. Чентович медленно поднял тяжелую руку, до этого неподвижно лежавшую на столе. Взволнованные с натянутыми до предела нервами ждали мы развязки. Но Чентович не сделал хода. Неторопливо, но решительно он сбросил тыльной стороной ладони с доски все фигуры. Мы не сразу поняли, что Чентович сдался. Он капитулировал. Он не желал, чтобы мы стали свидетелями его окончательного поражения. Случилось неслыханное. Чемпион мира, победитель бесчисленных турниров опустил флаг перед незнакомцем. Перед человеком 20 или 25 лет не касавшимся шахмат. Все мы в волнении повскакивали с мест. У всех было чувство, что мы должны как-то выразить охватившее нас радостное изумление. Должны что-то сказать или сделать. Один только человек остался неподвижен и спокоен. Это был Чентович. Он поднял голову и, устремив на нашего друга каменный взгляд, спросил еще одну партию. Конечно. Доктор Бланк с неприятно резанувшим меня оживлением и с лихорадочной поспешностью начал расставлять фигуры. Он так нервничал, что пешка дважды выскальзывала из его дрожащих пальцев и падала на пол. Он был явно в каком-то экстазе, все чаще подергивался уголок его рта, он весь дрожал, как от озноба. Не надо, прошу вас, доктор, на сегодня достаточно. Для вас это слишком большое напряжение. Напряжение? За время, что вы тянули эту волынку, я мог бы сыграть семнадцать партий. Единственное, что мне трудно, это стараться не заснуть перед вашим темпом. Скорее, скорее, ну что же вы, начинайте. Последние слова относились к Чентовичу. Тот посмотрел на противника спокойно и невозмутимо, но его угрюмый каменный взгляд был как удар кулаком. Меж игроками возникло сразу что-то новое, опасная напряженность, жгучая ненависть. То не были больше игроки, желавшие испытать искусство противника, а враги, поклявшиеся уничтожить друг друга. Чентович долго медлил, прежде чем сделал первый ход, и у меня создалось твердое впечатление, что медлил он умышленно, нарочито. Не менее четырех минут понадобилось ему для того, чтобы сделать самое обычное начало, ход королевской пешкой. Наш друг моментально продвинул королевскую пешку со своей стороны, и снова Чентович невыносимо долго медлил с ответным ходом. Чентович казалось совсем окаменел. Он обдумывал ходы спокойно и неторопливо, и во мне росла уверенность, что он это делает нарочно. Его медлительность позволяла мне неотступно наблюдать за доктором Бланком. Он только что осушил третий стакан воды, словно его мучила неутолимая жажда. На лицо были все признаки ненормального состояния. Лоб покрылся испаренный, шрам на руке его покраснел и стал гораздо заметней, но все же он держал себя в руках. Только после четвертого хода, когда Чентович снова погрузился в изнурительное размышление, самообладание покинуло доктора Бланка. Пойдете вы на конец! Чентович холодно посмотрел на него. Насколько мне помнится, мы условились обдумывать каждый ход не более десяти минут. Я принципиально буду придерживаться этого условия. Доктор Бланк прикусил губу. Заметив, что он со все возрастающим нетерпением постукивает ногой по полу, я уже не мог совладать с охватившей меня тревогой. На восьмом ходу произошла стычка. Чентович поднял свою тяжелую мужицкую голову. Могу я вас просить перестать барабанить по столу? Мне это мешает, я так не могу играть. Ха! Не можете играть, оно и видно. Чентович покраснел. Что вы этим хотите сказать? Ничего, кроме того, что, по всей видимости, вы очень волнуетесь. Дальше, дальше! Чентович промолчал и снова склонился над доской. Только через семь минут сделал он ответный ход. Игра продолжалась все в том же похоронном темпе. Чентович превратился в каменного истукана. Теперь, прежде чем передвинуть фигуру, он уже полностью выдерживал установленный максимум, а поведение нашего друга становилось все более странным. Либо он был погружен в обдумывание каких-то бесконечных комбинаций, либо, и я подозревал, что это именно так, разыгрывал в уме какие-то совсем другие партии. Как бы то ни было, каждый раз, когда Чентович делал ход, его нужно было возвращать к действительности. И теперь уже ему требовалось одна или две минуты, чтобы снова разобраться в положении на доске. Во мне росло убеждение, что у доктора Бланка начался припадок тихого помешательства, который в любой момент мог перейти в буйный. Он словно забыл и о нас, и о Чентовиче. Действительно, на девятнадцатом ходу разразился кризис. Едва только Чентович сделал ход, как доктор Бланк, бросив мимолетный взгляд на доску, вдруг продвинул своего офицера на три клетки вперед. Шах! Шах королю! Очень медленно Чентович поднял голову и обвел нас глазами. Что-то, казалось, доставило ему чрезвычайное удовольствие. Губы его мало по малу растянулись в довольную и высокомерную усмешку. только до конца насладившись своим триумфом, он с притворной вежливостью обратился к присутствующим. Простите, но я не вижу шаха. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, подскажет мне, в чем заключается шах моему королю? Мы посмотрели на доску, а затем с тревогой на доктора Бланка. Вообще-то да, король Чентовича защищен от офицера пешкой. Это заметил бы ребенок. Может быть, доктор волнений продвинул фигуру на квадрат дальше или ближе, чем следовало? Но король ведь должен быть на F7. Он стоит неправильно, совершенно неправильно. Вы сделали неправильный ход. Все фигуры стоят не на своих местах. Да что вы говорите, издевался Чентович? пешка должна быть на D5, а не на D4. Это совсем другая партия. Это мы... Он внезапно осекся. Я крепко схватил его за руку, вернее, просто ущипнул с такой силой, что даже он в своем безумном смятении почувствовал это. Он обернулся и, как сам нам было, посмотрел на меня. Что? Вам угодно? Вспомните. Стол, умывальник, кровать, обои, окно. Я легко провел пальцем по шраму на его руке. Он механически повторил мой жест и стеклянными глазами уставился на кроваво-красную полоску. Боже мой! Неужели я сделал какую-нибудь глупость? Неужели, возможно, что я опять... Нет, нет. Но вы должны прекратить игру сейчас же. Пора. Вспомните, что сказал вам врач. Прошу прощения за свою дурацкую ошибку. Я, конечно, сказал совершеннейшую чепуху. Само собой, разумеется, эту партию выиграли вы, господин Чентович. И вас, господа, я тоже прошу извинить меня. Но я предупреждал заранее, что не нужно возлагать на меня больших надежд. Простите, что я так позорно закончил игру. Это последний раз, что я поддался искушению сыграть в шахматы. Видит Бог. Он поклонился и удалился с тем же скромным и загадочным видом, с каким впервые появился среди нас. Какая досадная ошибка. Черт бы побрал этого дурака. Я один знал, почему этот человек никогда больше не прикоснется к шахматам. Остальные же в замешательстве стояли вокруг, смутно догадываясь, что нечто темное и грозное пронеслось мимо, едва не задев их. Последним поднялся со своего стула Чентович и бросил еще один взгляд на неоконченную партию. Очень жаль, великодушно сказал он. Атака была совсем неплохо задумана. Для любителя этот человек играет на редкость талантливо. Талантливо поднялся. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok